Всем привет! Сегодня видео макияж. Я вам покажу, как сделать хищные стрелки, я вам покажу, как увеличить губы, новые продукты, конечно же, покажу, уход за лицом обязательно покажу, как сделать так, чтобы лицо сияло. То есть сегодня будут такие небольшие фишечки для макияжа и из ухода кое-что. Так, сегодня показываю уход за лицом, за кожей. Я начинаю с Марии Галант. Это сейчас мой любимый тоник. Просто очень-очень сильно нравится. Я уже говорила, хоть он и дает вроде бы сияние, написано матирующий, но при этом увлажняющий. На самом деле он не матирует. Я не знаю, может быть, это плохо для тех, кто хочет матовую кожу, но такого яркого сияния, может быть, он тоже не дает. Но и хорошо, что не матирует. Увлажняет хорошо. Мне кажется, и сияние дает, видите? Все-таки кожа засияла. Так редко у меня что-то появляется, ну, прямо удивительно для меня. Не знаю, что я такого поела. Может, какие-то сладости. Видите, что так произошло? Как мне нравится его аромат, кто бы знал. Он именно пробуждает. Просто вот реально пробуждающий аромат. Очень рекомендую номер 62. Запомните, заскриньте. Очень круто. Я наношу свое любимое средство, которое я недавно открыла для себя вновь. То есть я им пользовалась, мне оно нравилось, но я никак не могла от него ожидать то, что заметила впоследствии. Особенно, когда берешь много. Я уже об этом говорила. И это сыворотка. Сыворотка для кожи вокруг глаз. Какая становится упругая кожа, и от него эффект... От нее. Эффект, как от патчи. То есть кожа вот такая прям выглаженная становится. Очень интересно. Классно, что есть такие средства. Вот так вот вбиваю. Прям вот сюда. Фиксирую. Вот. Все. У меня прям вот чувствую, я как будто кожа стала такой более... Не как будто это правда, она стала более натянутой и разглаженной. Но без тянутости. Вот это средство тоже, запомните, прекрасное. Дальше. Теперь я обычно делаю так. Сначала лицо, потом глаза, потом лицо, потом глаза. Вот так. Теперь у меня сыворотка. Сыворотка просто роскошнейшая. Я вам сейчас покажу. Сыворотка от Виктории Бекхем. Я обожаю праймер ее. Очень крутой праймер. Просто невероятно хорош. Сейчас не про праймер речь. Но просто он тоже подсвечивает кожу. Можно даже, если у вас кожа красивая, ровная, вы можете использовать сыворотку и праймер без тонального крема. Это правда. Но сегодня у нас речь о сыворотке. И я просто была уверена в том, что она сделает что-то невероятно хорошее. Так оно и есть. Мне даже кажется, что это какое-то новое направление. Потому что обычно бывает либо люкс, либо проф. А вот Виктория создала что-то такое между. Это, конечно же, люкс. Но совместно с Августинусом Бадером она все это делает. Поэтому это еще и профсредство. Просто невероятно красиво. Посмотрите, сколько я использовала. Очень жаль, что здесь ее немного. Мне хотелось бы, чтобы это было прямо очень много. Но мне быстро заканчивается. Я использую довольно много. Особенно на шею. Потому что сыворотки все-таки важно использовать на шею. Ну, по крайней мере, моему типу побольше. Потому что кожа на шее суши гораздо, чем кожа на лице. И менее упругая, более тонкая. Ну, по касике. Посмотрите, какая красивая упаковка. Это стекло. Здесь тонкий колпачок, который открывается отдельно. Колпачок такой резиновый. Это плотная какая-то резина. И внизу, посмотрите, какая подставочка. Мраморная подставка со стеклом матовым. Ну, мне кажется, что это просто предел вообще красоты. Роскошь. Единственное, что я, как всегда я говорю, буду не я, если я не замечу кое-что не очень правильно в этой сыворотке. Я вам сейчас покажу. Чтобы извлечь оттуда ее, нужно перевернуть. И когда мы переворачиваем, конечно, можно ждать, пока по капелькам она сама появится. Но это довольно сложно. А для того, чтобы вот так ее оттуда извлекать, это не очень удобно. Во-первых, потому что эта часть тяжелая. И она норовит все время упасть куда-нибудь. Во-вторых, вот эта часть, она довольно тугая. Это единственный недостаток. Я не знаю, почему это не отработали. Посмотрите, сколько много я взяла. Вам не знаю, видно ли это. Но я начинаю теперь всегда с шеи. Я говорила уже, что я делала ошибку всегда. Потому что я всегда начинала с лица. На самом деле нужно сначала на шею. И только потом на лицо. Чтобы хватило на шею именно столько, сколько нужно. Конечно, можно добавить, но все-таки. Обычно у меня было так. Самое главное на лицо. И что останется на шее. Но это вообще неправильная позиция. Сначала на шее лучше, что останется на лицо. Вообще лучше всего правильно и в меру. Или даже не в меру сказать, а именно ту меру, которая нужна. Так. Ну вот, теперь такая стала сияющая еще более кожа. Сыворотка очень комфортная. Она, не могу сказать, что дает какое-то яркое сияние. Сыворотка на каждый день. И она дает максимального, как может давать сыворотка, непрофессиональная, люксовая. Дает именно увлажнение. Дает именно сияние. Без натяжки излишней. Ну, в общем, все как нужно. И именно вот по максимуму в люксе. Нет, скажу не по максимуму в люксе, а по максимуму на каждый день. Конечно же, это сыворотка в любимых продуктах. Конечно, это сыворотка моя рекомендация большая. Как и вообще вся марка Victoria Beckham. Сейчас у меня закончился крем для кожи вокруг глаз. Который так и не показала японский. Я его покажу в следующий раз, потому что скоро он приедет. А сейчас я вам хочу показать Valmont. Это F-Firm Eye называется. Я посмотрела, есть в Альмон крем для кожи вокруг глаз. В основном эти кремы бывают... Вообще все кремы от отечности под глазами и от темных кругов. Ни того, ни другого у меня нет. У меня наоборот даже не то, чтобы отечности. А когда внутрь западают, мне нужно наоборот, чтобы это было... Ну, не отек, конечно, но чтобы вытаскивать эту зону. А такие кремы мне не подходят. Вот этот крем мне подошел, потому что он от возрастных изменений, анти-эйдж. Он подтягивает, укрепляет кожу. То есть это то, что мне нужно. Поэтому я выбрала его. Честно, я вам скажу, текстура мне его не совсем нравится. Потому что она такая гелевая, во-первых. А во-вторых, довольно липкая. Вот посмотрите, какая... Хотела сказать, на мед? Нет. Может быть, мед с гелем. Вот такое. Поэтому днем я вот сюда в основном использую. И минимум совсем вот сюда, остатками. Чтобы, если я наношу какие-то тени, если это, конечно, не кремовые тени, то тогда не будет пятен. А вот если вы используете тени сухие, то, конечно, после такой сыворотки, конечно, это будет не очень красиво. Будут пятна. Поэтому, если у вас, конечно, кремовые, то ничего не будет. Можете спокойно пользоваться. И еще я редко использую все-таки днем этот крем для кожи вокруг глаз. Я использую в основном его на ночь. Вот на ночь шикарно просыпаетесь с подтянутой, красивой кожей вокруг глаз. А днем я использую другой крем. Но сейчас он не закончился. Поэтому я вот использую именно его. Ну, ему нужно дать зафиксироваться. Мне кажется, даже лучше вот так вот полежать. Поэтому я использую его на ночь. И потом он садится, и уже, конечно, липкости не чувствуешь. Очень приятно. Теперь перейдем к следующему средству. Это будет лицо. Так как я чередую, я использую также Агустинус Бадр. Поэтому для меня это идеальное сочетание Виктория Беккл совместно с Бадром и Агустинус Бадр Рич Крем. Я обожаю Рич Крем. Кто его забыл вдруг, обязательно на него обратите внимание. Это очень-очень хороший крем. Он просто меняет текстуру кожи вашу к лучшему. Я совмещаю обычно Рич Крем и просто Крем. За Крем называется. У За Крема больше легкая текстура. Подходит для дневного использования. Рич для ночного. Но я сейчас именно использую Рич и день, и ночь. Просто великолепное средство. Я сейчас вам его покажу. Здесь 15 миллилитров. Это, кстати, очень выгодная цена. Можете сравнить в магазинах. Где его купить, я вам обязательно оставлю ссылку. Хочу показать вам вот такая текстура его. Ну, давайте начну все-таки с лица, чтобы было более понятно вам. Насколько интересна его текстура. Вот так, когда его трогаешь, он вроде бы кажется таким плотным. Как только прикасаетесь руками, он становится невероятно легким. Это не та текстура Рич, которую мы привыкли видеть в других марках. Знаете, такая бывает плотная, прямо неприятная. Растягиваешь ее три часа на лице. Нет. Это легчайший крем. Он как будто бы становится, не знаю, как сыворотка, наверное, даже больше. Как эссенция. Или эмульсия. Ну, что-то такое. Очень нравится. И сразу сияние. И туда антиэдж. Но это великолепнейший крем. Я так рада, что я к нему сейчас вернулась. Какое-то время я им не пользовалась. И вот я могу даже сказать, что я вижу от него, наверное, даже больше эффект, чем от Лапрери. Возможно, Лапрери уже, я говорила, впитался так все. Все свои элементы, которые мог мне дать, он уже дал. Отдал. И теперь мне нужно что-то новое. И вот теперь Августинус действует со своими составляющими. И для моего лица сейчас просто идеален. Не только для лица, но и для шеи. И увлажнение, и питание, и подсветка, и красивая холеная кожа, и пролонгированный результат. Ну, просто все дает этот крем. Абсолютно все. Но еще, если его использовать с маслом, также от Августинуса Бадера, ух, это просто роскошь. Потому что по маслу, как вот это выражение, как по маслу, прям просто сюда идеально подходит. Только не как, а действительно по маслу. Просто великолепно разносится. И дает также еще большее увлажнение. Кстати, кожу не сушит абсолютно это масло. А потом, если вы смотрите блогеров, особенно утрился и любит снимать девочки, на масло наносят крем или, знаете, даже обычно на какую-нибудь сыворотку. А вот эти средства, они очень напоминают именно сыворотку. И прямо на такое влажное-влажное лицо наносят сразу тональный. Как это красиво. Просто то, о чем я всегда говорила. Кто-то считает, что это жирное лицо. Но я абсолютно не согласна с ними. Вот в любом виде, когда начинают говорить, там, бывает так, а вот тут блестит. Нет. Все просто прекрасно сияет. В жизни, конечно, смотрится немного иначе, чем перед лампами. Я уже сто раз это тоже говорила. Но каждый раз это пишут, и каждый раз хочется донести, что на самом деле все это, конечно же, не выглядит так утрировано, как вы можете видеть на видео. Просто если свет выключить, вы вообще ничего не увидите. Поэтому имейте в виду, все утрировано. Специально. Чтобы было понятно. Ну вот. Просто идеально. Можно даже, если у вас хорошая кожа, идти так. Ну, накрасить глаза. Я не знаю, что там, стрелочки сделать, пару стрелочек, губы накрасить и выходить. Потому что так просто идеально будет. Давайте я сейчас нанесу тональный крем, который мне в последнее время тоже очень нравится. Это BB крем корейской марки Узлаб. И не помню, показывала я вам его или нет нанесения, но сейчас хочу его показать. У меня уже впитался крем, и можно наносить. Можно даже, когда не впитался, наносить, как я уже сказала, по вот этому крему, будет еще даже более красиво. Вот так он выглядит. Кстати, у меня уже как мало осталось, потому что пользуюсь им просто каждый день на самом деле. Так. Я, знаете, как нанесу его, пожалуй, вот так. И уже буду кисточкой его распределять. Снова нанесу на одну сторону. Когда у тебя так много продуктов, я хоть и записываю иногда, что я еще не показала, я почему-то не могу вспомнить. Я так много показываю в одном видео продуктов, что не помню. И он еще пахнет приятно очень. Идеально подходит под мой тон кожи. Вообще моей коже идеально подходит. Можно наносить и под глаза. Я уже говорила, что этот крем, я его показывала. Я говорила, что он с ПДРН. То есть здесь будет пролонгированный антивозрастной результат. Ну вот. Посмотрите, какой здесь тон и какой здесь. Все-таки здесь мы видим неровность. Здесь идеальная подсветка, идеальный выровненный тон. Правильно? Пишите, как вам. А я пока нанесу и на эту сторону. Так, нанеслась. Теперь беру свой любимый консилер Бекка. В самом светлом оттенке. Другие оттенки очень темные и нам не подходят. Разогреваю обязательно. Просто разогреваю между пальчиками. И вот так похлопывающими движениями наношу. Только так наносится правильно этот консилер. Ни кисточкой никак. Он никогда не ляжет. Только пальцами. Если вы будете наносить кисточкой, он просто будет у вас дыбом стоять. И ничего не перекроет. И может быть даже сухость будет. Хотя он вообще супер увлажняющий. Но у него есть определенный способ нанесения. Я просто так говорю. Потому что когда только я его купила в первый раз. По совету девочек. Я прямо радостно нанесла его кисточкой. И думаю, что за ужас. Потом взяла просто нанесла вот сюда пальцем. Вот так стала растирать. Ничего не происходит того, о чем говорили. Ни подсветки, ни увлажнения. Просто ужасный консилер. Но когда мне сказали, как его наносить, я уже поняла все свои ошибки. И теперь наношу только так. И безумно рада. Это уже третья баночка у меня. Знаете, почему третья? Она могла бы быть только и первая. Потому что первую я не доиспользовала. Я ее отдала. И хватило на три года. И я уже не использовала. Купила второй. И вот этому у меня тоже уже много лет. Ну, не много лет прямо. Но больше года. Вот он, видите, практически не заканчивается. Я недавно услышала такую информацию. Не знаю, насколько она правдива. Теперь же выпускает Бекка совместно со Smashbox. Теперь сказали, что они тоже перестали выпускать. Если это так, я даже не знаю, на что его можно поменять. Это просто для меня трагедия. Мне кажется, что это просто вот это все вместе безумно хорошо смотрится. Так, лосьон Мария Галланд. Сыворотка Виктория Бекка совместно с Августинусом. И речь-крем Августинус Бадер. Потом сверху Use Lab. Корейская марка. Вот такая вот великолепная. Очень хвалю я, кстати, их еще и уход. Но сейчас у меня уже ухода нет. Только биби-крем. Румяна будут Raw Sink. Оттенок у меня гибискус. Нанесу сначала вот так вот пальцами. А потом растушую именно вот этой кистью. Это кисть рози для румян. Еще у них отличная кисть для тонального. Вот эта кисть, например, для румян. Она вообще не мягкая, но она так хорошо впечатывает прямо внутрь эти румяна, что они становятся второй вашей кожей и такой подсветкой. Смотрите, я наношу близко к глазу для того, чтобы прикрепить его прямо сюда. И было ощущение не румян, а что у вас просто на коже есть какая-то подсветка. Ну, потому что вы, может быть, застеснялись. И на эту сторону тоже. Я обожаю эти румяна. Эту кисть мне просто безумно нравится то, что делает еще и рози. Дизайн у нее, конечно, не такой, как у Виктории. Нельзя их сравнить. Виктория просто там на голову выше. По дизайну. Но качество отличное. Текстура и все мне нравится очень. А еще можно нанести вот сюда. И хорошенечко растушевать. Прямо под румяна хочу положить и прикрепить именно вот тут к вискам. По росту волос. И здесь вот так. Я редко делаю именно этой кистью. Но она подходит до этого. Почему бы и нет. Кроме того, мне нравится, что на кисти уже есть слегка румяна. Они остались. И потом я прикрепляю их еще больше. Знаете, сколько раз пыталась сделать, как девушки делают, чтобы прям видно здесь была эта полоска. Но у меня так не получается. Не могу я так. Во-первых, я, наверное, так и не смогу выйти, чтобы эти полоски были видны. Хотя на других это вроде бы красиво. Но на себе я как-то это не очень представляю. Я хочу, чтобы был виден овал, были видны формы, четкое лицо. Но почему это так видно, я не хочу, чтобы было заметно. Но большинство девушек почему-то делают вот такие вот строгие, четкие линии макияжа. Ид косметикс. И уложу брови. Здесь вот такая кисточка. Она двойная с одной стороны. С двух сторон щеточки. А здесь спонжик. Так, спонжиком можно прокрашивать, где есть недостающие бровки. Я делаю это слегка, слегка. Вот так. В основном я люблю это средство за его суперфиксацию. Так, чтобы зафиксировать брови, я буду смотреть сюда. Мы сначала делаем вот так вот вниз. Прочесываем, а потом зачесываем наверх. Так они будут держаться до конца дня. Кто не знал этот прием, иногда мы смотрим, даже не понимаем, зачем так делается. На самом деле это именно для того, чтобы они держались. И еще, чтобы не было много средства на бровях, обязательно сначала вот так вот уберите. И все. Теперь брови будут держаться до конца дня. Как всегда, я сделаю тень, чтобы увеличить губы. Растушую пальцем прямо. Я купила вот этот карандаш. Карандаш-помада оттенок Praline от Romanova Makeup. Я очень люблю Romanova. Показывала не раз ее карандаши. И этот карандаш я покупаю во второй раз. Первый раз я его купила и сразу продала. Мне он показался ужасно противным. Я даже, кажется, не показывала его на ютубе. Настолько он мне не понравился. Какой-то мертвенный цвет. Теперь я встречаюсь со своей подругой позавчера. И на ней какой-то красивый оттенок. Я говорю, что у тебя на губах? Она говорит, что мне карандаш показывает этот. Я говорю, я его покупала. Он же такой ужасный. Как он тебе такой красивый на твоих губах? Пошли мы в магазин. И я его купила во второй раз. Но надо сказать, что на ее губах он смотрится более коричневым. Почему-то на моих губах он смотрится более розовым. Вообще, в принципе, он такой розовым. У меня слабый пигмент на губах. Свой собственный. Поэтому на мне он смотрится именно таким, какой он вот здесь есть. А вот у кого пигмент поярче, как у моей подруги, на вас он может смотреться по-другому. На ней вот смотрится чуть коричневым. Она говорит, а я хотела, чтобы как у тебя было вот такой оттенок. Я говорю, а я хотела, чтобы как у тебя. Рисует очень мягко. Очень комфортная просто помадка. Очень приятная. И сейчас, когда я купила его второй раз, я думаю, почему он мне казался таким противным? Я не знаю. Я делаю контур и просто растушевываю, и все. А потом я еще беру, знаете, что? Вот этот максимайзер от Dior. У меня номер 26. Я очень его люблю. Он очень красивый. И делаю вот так вот в серединку. И тоже можно. Ну все. Такие губы. Я вам хочу сегодня показать карандаш Vastman Atelier. Это карандаш черного цвета. Он даже не черный, а какой-то графитово-черный. Вот такой оттенок. Нужно его мне, наверное, заточить, потому что я вам хочу сегодня показать именно стрелочку этим карандашом. Но я должна сказать, что этот карандаш может растекаться, поэтому он идеален для, в первую очередь, для подложки. Делайте подложку и сверху какие-то тени. Вот сейчас, когда я накрасила, и когда у меня здесь крем и сыворотка, у меня немного липкая века, вот такой вот карандаш будет идеален. Если вы хотите сделать именно тонкую стрелку, наверное, этот карандаш все-таки немножко не про это. Даже для слизистой он не особенно подходит, потому что он может отпечатываться. Но, в принципе, если вы хотите прорисовать и верхнее века, то идеально будет. Рисуете только верхнее, закрываете глаз, он окажется на нижнем. Тоже правильно. Знаете, все средства хороши, нужно только их правильно использовать. Итак, я все-таки нарисую стрелочку по запросу, покажу, как я рисую стрелки, именно чтобы был такой чуть злобный взгляд. Итак, сначала нужно прорисовать нижнее веко. Для этого я закрываю глаз и вот так вот провожу. Ну, все. Для тех, кто это делает в первый раз, это, конечно, очень сложно, потому что может глаз слезиться, может и попасть в глаз, так что делайте это аккуратно. И все-таки, когда веко такое, сталкивается с этим первый раз, бывает очень щекотно и очень неприятно. Я уже этого не чувствую. Вот, обязательно здесь нужно проработать. Но, опять-таки, смотря какая у вас форма глаза, может быть, вам это сюда и не нужно. Но мне нужно. У меня круглый глаз, я хочу его всегда чуть-чуть удлинить. Итак, потом делаем здесь вот такую стрелочку. Так, доводим до... Вот сюда. Здесь видите, где у меня сгиб. И до сгиба довожу. И потом отвожу в сторону. То есть у меня вот такое получается, как птичка. Потом отсюда, от середины, я веду наверх. Параллельно уже выстроенной стрелочке. И чуть-чуть выше поднимаю. Выше и вот так прямо. Можно это делать при открытом веке. И вот здесь соединяю. В принципе, это такой мягкий карандаш, который можно потом вот так подправлять. Но, в принципе, должна получиться вот такая вот галочка, такая птичка с крыльями. Здесь потом уже вы смотрите сами. Поднять или опустить. Так, и внутри заполняем. Очень хорошо рисует этот карандаш. Прямо легко. Но зато и смыть его очень легко. Видите, просто дотронулась и все. И вот такой получается взгляд. Например, я сейчас вижу, что у меня немножко вот здесь как-то так вот провисло. Поэтому мне нужно будет работать по-другому. Чуть сделать более выпуклой. И старайтесь еще, знаете, что я сейчас приподняла бровь, заметила, не приподнимать вот так вот бровь. Потому что вы будете рисовать одно, опустите. И вы же не будете вот так ходить. Поэтому у вас будет совершенно другой рисунок. И это не очень правильно, потому что вы получите вообще не ту форму, которую хотите. У меня есть ногти. Я часто делаю вот так вот ногтями. Выпрямляю, поправляю. Вот. Можно эту стрелку тоже поднять и сделать ее более такой прямой. Тогда глаз будет совсем вот такой вот прямой. взгляд изменится. Можно, нет. Я вот сюда могу довести. Вот здесь подниму. Нарисую здесь то же самое. Даже давайте сравним вот так. Видите, у меня здесь вытянутый глаз. А здесь все, видите, круглый. И вот так вот он прям закругляется. То есть это два совершенно разных глаза. Вообще, для того, чтобы сделать чуть более хищный взгляд, конечно, я прорисовываю и здесь. Вот так. Можно даже эту часть соединить с вот этой. Будет вот такой взгляд. Тогда глаз чуть уменьшается вот сюда. И идет отсюда. И так вот поднимается. Можно было приподнять, конечно, совсем так повыше. Вот теперь у меня получился такой взгляд. Видите? То есть вот от этого хвостика очень многое зависит. И вы можете и приподнять, и сделать взгляд более печальным, когда опускаете. Можете сделать совершенно таким же, как он у вас и был. По кругу спуститься. Но мне кажется, круглые глаза не очень как-то красиво, не сексуально. А вот злой взгляд, либо такой вот романтичный наверх, то это как-то покрасивее. Ну, кому как, опять-таки. Здесь я делаю чуть-чуть другую стрелку. Покажу вам. Настолько пластичный карандаш. Заполнять им стрелку одно удовольствие. Вы знаете, бывают веки возрастной века. И тереть по этому веку твердым карандашом очень неправильно. Вот этот карандаш подойдет именно для возрастного века. Прямо прекрасно. Легко-легко. Давайте я закрою. Посмотрите разницу. Эта стрелка менее длинная. Здесь, посмотрите, у меня просто вот такой, как птичка, взгляд получился. А здесь у меня именно вытянутый. И здесь у меня проработана внутри еще стрелочка, здесь ее нет. Ну, выбирайте сами, какой вариант вам больше нравится. Я, конечно, когда буду выходить, подгоню все-таки под этот глаз. Ну, чаще всего я рисую вот такой вот. И еще. Смотрите. Наверное, это все все-таки знают. Но я, наверное, объясню как художник. Если вам нужно... То есть ваш, если глаз, например, где-то имеет большую выпуклость. Например, у меня вот здесь вот выпуклость. Я хочу ее убрать. То есть я не смотрю на эту выпуклость и рисую именно то, что мне нужно. То есть мне нужно нарисовать вот такой вот изгиб. А у меня вот здесь вот выпуклость. Я все равно, невзирая на нее, пытаюсь нарисовать именно то, что мне нужно. То есть что это значит? Это значит, что мне где-то придется внутри нарисовать. Где-то вот здесь вот, где эта выпуклость наиболее. Прямо сильно внутри. А потом раз и выйти наверх. То есть не будет одна сплошная линия, которая... То есть это по глазу, который прям идеальной формы. Той, который вам нужно, имею в виду, идеальной. А если у вас не то, что вы хотите, то придется делать именно так. Тут заходить наверх, тут вниз. Ну, в общем, спускаться, подниматься, чтобы вывести ту стрелку, которая вам нужна. Запомните, не смотрите на то, какой у вас глаз. Рисуйте свою стрелку. Если, например, я вот так вот объясню. Вот ваш глаз. А мне нужна... Не такая... Если я буду глаз обводить, да, я сделаю именно вот так. А мне нужна линия прямая. То есть я сделаю вот так. Не то, чтобы прямая, но... Потом я зайду сюда, вот тут прорисую. И вот сюда. Понимаете? Вот что я имею в виду. То есть вы не рисуете вот так, по глазу по-своему. А рисуете то, что вам нужно. В данном случае вот это я показываю. Часть это внутренняя века. Это верхняя. Рисуйте по-верхному, заходите на нижнее. Рисуйте то, что вам необходимо. Это такое правило, наверное, первое, с которым сталкиваются, когда идешь обучаться. Даже не то, чтобы о макияже, но и это знает любой художник. Но в данном случае говорим про макияж. Теперь получился еще более вытянутый. Я просто взяла пальцем, вот так вот сделала. То есть это такое разнообразие вариантов. Вроде бы одно и то же, но взгляд совершенно меняется. И теперь смотрите еще что. Вот когда мы рисуем нижнее, хоть и глаз становится более хищным, но вот этого взлета нет, как типа у Анастасии Вертинской. Ну, сейчас многие девочки делают эти лисии глазки, но мы возьмем по классике у Вертинской вот именно такой формы глаза наверх. Хоть мы и добавили здесь вот эту часть, но посмотрите, этот глаз у меня все-таки пониже кажется. А этот, за счет того, что здесь ничего не прочесовано, он смотрит наверх. Более поднятый, распахнутый взгляд. И мне кажется, это придает еще и молодости. И плюс еще теперь реснички. Давайте без керлера я вообще никуда. Я обожаю керлеры. Обязательно их покупайте, потому что вы много теряете, если не используете их. Я возьму тушь Перекон МД. Может быть, она сейчас мне не очень подходит, потому что у меня черные, прямо черные стрелки. Но я ее так люблю, и мне сегодня хочется именно ею воспользоваться. Я обожаю эту тушь. Она не сохнет вообще, по-моему, никогда. Она имеет четыре стороны. Две одинаковые и другие одинаковые. Одной мы прорабатываем реснички. Как я уже показывала, смотрите обязательно вниз. То есть зеркало свое. Вот делайте так, чтобы вы вот так на него смотрели. и прямо от основания прокрашиваете ресницы. Тогда у вас они не отпечатаются на веки. Вот так. Вы извините, что я так разговариваю. Я просто дышу через рот. Мне так неприятно, неудобно. Мне вообще не дышит нос. Я каждый раз за кадром вот так вот дышу. Теперь другой переворачиваем и уже придаем форму. И тоже не нужно, наверное, учить, но все-таки скажу, когда вы хотите вот такой взгляд, именно вот такой лисий, вы прокрашиваете эту сторону, именно вот в данном случае правую, уголок, и вытягиваете вот так наверх. То есть вот такое движение. Ну как вот здесь. Вот здесь все восходящие, и именно в бок. Если вы хотите круглый глаз, распахнутый взгляд, прокрашиваете наверх. У вас будут вот такие распахнутые ресницы, ну как у куклы примерно. Я всегда выбираю первый вариант. Я всегда делаю так. Ну иногда я здесь тоже прокрашиваю, но мне больше всего, конечно, нравится именно вот такой вот вариант, чтобы взгляд был распахнутый лисий. Вот. Все-таки ресницы дает огромный плюс. Когда без ресниц этот лысый глаз совершенно как-то некрасиво, а с ресницами совершенно другой вид. Я не очень люблю красить левый глаз, левые реснички, потому что я абсолютная правша. Мне трудно вот это вот пристраиваться. Левой рукой я вообще не смогу накрасить. Этот тушь имеет невероятно красивый оттенок. Коричневый тауп. Просто вот пока вы его не увидите, вы не поймете, насколько он красивый. Без рыжины абсолютно, без красноты. Обычно все коричневые туши уходят в красные все-таки. Здесь этого нет. Настолько она просто универсальна, и цвет уникальный. Мне кажется, вот они разработали какой-то новый оттенок, я не встречала больше ни в одной туши. И тушь это только в одном цвете у них выпускается, потому что она действительно подходит всем. От блондинок до жгучих брюнеток. Очень красиво. И еще. Если вы хотите прямо вот такой вот взгляд, чтобы он был такой лисий, и такой злобный, то, конечно, нужна еще соответствующая прическа. Мы все понимаем, что если волосы мы собираем, то и взгляд становится... Я не имею в виду сейчас затужить, если вообще просто собрать волосы, то взгляд становится тоже более таким, более злым, более хищным. Всем пока-пока. Надеюсь, какие-то советы вам были полезны.